Всем привет! Сегодня вкратце поделюсь опытом эксплуатации роторной электробритвы от Xiaomi. С обратной стороны коробки, повидавшей не один километр пути от Китая, мы видим значки объясняющего характера с подписями на китайском. А также узнаем мощность зарядного блока, что лежит внутри, и то, что бритва имеет класс защиты IPX7, что подразумевает, что бритву можно беспроблемно мыть в воде. Внутри буклетик. Как правильно чистить бритву и как, собственно, бриться. Под пластиковым держателем расположился конверт, в котором мы найдем щетку и довольно стильную зарядку для бритвы. Еще внутри конверта спряталась инструкция, в которой нам пытаются объяснить, что означают иконки на рукояде бритвы, и как заменить аккумулятор, когда он придет в негодность. Зарядная станция имеет USB-разъем, ее вес составляет 55 грамм. Мощность зарядной станции, а время полной зарядки бритвы не превышает двух часов. Не скользит и держит бритву уверенно. Это устройство из матового пластика, довольно хорошего качества. На передней части находится единственная кнопка и четыре индикатора. Сзади расположилась надпись Powered by Remington, власящая, что данное устройство было произведено при поддержке фирмы Remington. Основным направлением ее производства являются продукты по уходу за волосами. На изгибе имеются две насечки для более четкого хвата. В руке лежит уверенно. Управление осуществляется с помощью коротких или долгих нажатий. Одиночное короткое нажатие – это включить или выключить бритву. Блокировка. Защита от случайного включения электробритвы во время поездок. В необходимом выключенном состоянии зажать кнопку, пока не загорится иконка «Замок». И снова долгое нажатие для снятия блокировки. Индикатор батареи. Мигает он, когда бритва разрядилась, либо заряжается. Но пока за время использования, а прошел уже месяц, по три минуты каждый день, она все еще не начала мигать. Режим турбо. Бритва переключается на максимальные обороты. Чтобы перейти в этот режим, зажимаем кнопку во включенном состоянии. При этом возрастает и шум, исходящий от бритвы. Индикатор загрязненности. Данная иконка загорается, когда головка электробритвы максимально забилась. Но пока такая иконка не включалась ни разу, потому что каждый раз прочищаю. Бритвенный блок комплектуется пластиковой крышкой. Блок состоит из трех плавающих бритвенных головок. Каждая головка имеет два ряда режущих ножей. Снимается кассета с бритвенными головками очень легко. Цепляемся за углубление и тянем вверх. Кассета с бритвенными головками очень похожа на ту, которая используется в электробритвах Philips. И переходим к самому важному. Хорошо ли она бреет? Во-первых, скажу еще вот что. Она очень тихая, раза в три по сравнению с моей предыдущей Philips. Что касается самого бритья, то максимально тестировала на трехдневной щетине. В основном бреюсь ежедневно. При этом раздражение она не вызывала. Даже на шее. Привыкать не пришлось. Само собой, заменить бритвенный станок она не может. Я пока не видел бритв, которые делали свое дело под идеальный ноль. За такие деньги бритвой доволен более чем. Цена бритвы, чтобы вы понимали, приблизительно такая же, за сколько в моем городе только одни лезвия для Philips стоят. Поэтому бритву рекомендую. Ссылки на магазин, который доставил очень быстро, причем по территории России, будут в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова